Как мы можем ему проверить его жизненную функцию? Значит, первое, надо наклониться, да, и желательно наклониться вот таким вот образом, вот таким вот образом, да. Почему? Услышав, дышит он или нет, параллельно можем отследить, есть ли у него подъемы грудной клетки, дыхание присутствует или нет. Дышит или не дышит человек, попавший в беду, стоит ли его передвигать, как лучше и правильнее поступить в той или иной ситуации. Мастер-класс по оказанию первой до врачебной помощи проходил в городском саду и проводил его высококлассный специалист, начальник медицинской службы пожарно-аварийного спасательного отряда Брестского МЧС Александр Чекалов. Этот человек неоднократно помогал людям, попавшим в беду. Он не понаслышке знает, что, как и когда необходимо предпринять. Очень часто оказание помощи, эффективность оказания первой медицинской помощи зависит от активности самих граждан. Ведь прибывающие медики всегда надеются на то, чтобы было сделано хотя бы минимум для поддержания жизненных функций человека, который пострадал в той или иной ситуации или оказался в опасной для себя ситуации жизненной. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы наши граждане, во-первых, могли эту помощь оказать, а во-вторых, понимали адекватно, оценивали работу специализированных служб на месте, понимали о том, что эта помощь может быть эффективна только при их содействии. Городской парк сегодня весьма востребован у Брещана, потому и локации проведения выбрали именно эту площадку и не прогадали. В этом месте здесь было много ребятишек, и именно они стали и учениками, и слушателями. Им этот мастер-класс пришелся по душе. Я научился тому, что когда человеку нужна помощь, и когда ты видишь, что ему нужна помощь, нужно ему помогать и не ждать скорой помощи, вызвать, а потом помочь то, что можешь сделать, потому что ты не знаешь, когда она приедет. Там рассказывают, как спасти человека. Ты все понял? Да. Уже будешь уметь спасать людей? А Матвей Чиш стал самым активным участником мастер-класса под названием «Безопасность. Изда на велосипеде». Об этом транспорте он знает почти все, даже устранить неполадки может самостоятельно. Но в этот важный для мальчишки день удовольствие получил. У меня сегодня день рождения. Ехал на велике, вел мероприятие и решил поучаствовать. Я катаюсь на велосипеде с трех лет. Мне очень нравится. Я сначала начал кататься на велоходе, потом на двухколесных. На великах кататься – это экологично и не загрязняет остовсмерку. Мероприятие реализуется в рамках проекта «Международная техническая помощь. Улучшение транспортной доступности в городах Брест и Белоподляска. Программа трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2014-2020 европейского инструмента соседства». Первый в Беларуси такой проект управления транспортом. Его задача снизить напряженность автомобилей на крестках и снизить выбросы кислогаза в атмосферу. «Цель данного мероприятия состоит в том, чтобы обучить людей безопасно ездить на велосипеде в соответствии с правилами, потому что не каждый велосипедист знаком с правилами безопасности езды на велосипеде. Это составляет проблем не только в городе Брест, но и во многих местах, потому что не раз мы наблюдаем, как велосипедисты нарушают правила. Поэтому мы их прививаем с детства. Если вы заметите, у нас сегодня здесь очень много собралось детей. Это одна из наших целей аудитории, то есть молодые люди и дети, потому что безопасность должна прививаться к нам с малого возраста». «На протяжении 10 лет наше учреждение работает уже над улучшением велосипедной инфраструктуры и другие организации, велосипедные клубы. Конечно же, очень много делают власти для улучшения инфраструктуры. Поэтому мы потихонечку к этому идем. Но хотелось бы ускориться, потому что уже все цивилизованные страны мира, Европы ездят на велосипедах, у велосипедистов созданы приоритеты в городе для их передвижения. Поэтому шаги делаются хорошо, но надо ускориться». Лариса Осмолович, Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич. Новости БУК-ТВ. Новости БУК-ТВ. Новости БУК-ТВ. Новости БУК-ТВ. Новости БУК-ТВ. Новости БУК-ТВ. Новости БУК-ТВ.